И всем снова привет! Уже пол первого ночи, игровой второй день подходит к концу, и это, возможно, последний матч группового... нет, уже этапа плей-офф, полуфиналов, где играют команды во втором полуфинале СК против Wild Honey Badgers, и это вторая игра. Первую игру выиграли... все равно не буду говорить кто. Сколько раз я уже так фейлюсь. И, возможно, мы не увидим третьей игры, возможно, это последняя игра, и одна из этих команд отправится в финал и играть завтра на сцене, 26 ноября, а вторая отправится играть пораньше в матч за третье место. Что, в принципе, тоже, безусловно, неплохо, даже учитывая не очень именитый состав участников. Мы видим уже, что все баны сделаны, остается их только перечислить. Это Брудмазер, Пук, Энигма и Дроу Рейнджер со стороны Хани Баджеров, и Найт Сталкер, Профит, Шейкер и Омни Найт со стороны СК. Да. Пики уже тоже, в принципе, все есть. Это Лич, Антимаг, Виномансер, Вич Доктор, и пока непонятно что. А с другой стороны, это Тайт, Виндранерка и Шэдоу Шаман, которого не было в прошлой партии. Все остальное... А, и Вич Доктор не было в прошлой партии. Все остальное было. Бестмастер тоже новый пик, в прошлой игре его не было. Сегодня, естественно, он был. Вот. Но основной костяк это Лич, Антимаг, Виномансер. Все это уже было. Все это уже было, и у обеих команд остается по выбору одного героя. И кого же они возьмут? Кэрри уже у Хани Баджеров есть. На нем будет сидеть Пепе. Вот. Такой незамысловатый Ник, но парень реально круто играет на Антимаге. Он знает, что делать, хорошо фармит. Вот. А чего не хватает... Не хватает нормального Кэрри сейчас СК. Они прогорели в прошлой игре именно из-за этого. Что у них не было человека, который бы контрил нормально Антимага. Ну, или хотя бы давал такой же дамаг. По идее, Вивер может вполне это делать, потому что у него таймлэпс на последнем левеле не стоит мана. Ну, и как бы понимаете, почему Дроу Рейнджер может, но ее забанили. Вот, пожалуй, таких из очевидных все. Спектра может вполне, потому что это Спектр. Ну, она как бы все в общем умеет. Итак. И, наконец-то, уже выбран Опарэйшн. Опарэйшн. Сейчас я потише чуть-чуть сделаю Тоби, а то он разорался. И очень сильный опять пик у команды Wild Honey Badgers. И нужно чем-то реально крутым ответить, таким сильным-сильным, чтобы вообще отпало желание играть у Honey Badgers. Иначе, что-то мне подсказывает, что это будет последняя игра. И кто же это будет? Хотя в прошлую игру они играли без явного такого кэрри, могильника. И вот неизвестно, что в голову взбредет Мигелю и капитану, что он пикнет. И в итоге осталось всего 50 секунд. И Спектра, да. Ну, кто бы сомневался, да. Ее не запанили. Есть хардкэрри у... И у той, и у той команды. И мы будем с интересом заблюдать за этой игрой. Безусловно, она будет напряженной, потому что прошлая игра была напряженной. Мы просто перепикали своих оппонентов Honey Badgers. Теперь они с НТ. Раньше они были с Корджи. Мы видим начальные закупы. Ничего необычного, в принципе, нету. Да, нету. Естественно, покупает Курьера, Ворды, Вич-Доктор покупает. Вич-Доктор, наверное, пойдет с Антимагом, да, по центру. Или Антимага отправят так же на мид одного, как в прошлой игре. Он вообще отлично стоял. Пока... Вообще выглядит как будто... Да, все нормально. Наверх идут Operation Lich, два ледяных пацанчика, которые в ранних версиях Дот и Два были вообще дико друг на друга похожи. Я их постоянно путал. И какие же позиции заняли игроки, а вот... Это ничего особенного. Просто они втроем встали вверху. Виндранерка будет солировать внизу. Против нее будет солировать Винамансер. Мы уже видели дуэль Винамансера против Мираны. И выиграла ее тогда Винамансер, сделав First Blood, собственно, и прогнав ее с дорожки. Но в этот раз не все так просто. Есть замечательный герой Спектра, который может творить чудеса. Очень сильный герой. Срадианцем становится вообще убийцей всего и вся. И играют по сейф-моду, понимают и те, и те, что одним остается шаг до финала, а вторым, если они натупят, то как бы шаг до проигрыша в полуфинале. А полуфинал очень важный вообще этап, потому что дальше ты либо получаешь дикую мотивацию выиграть и тащишь, либо ты теряешь всякую почти мотивацию. И по сути все. Бестмастер встает против антимага, и вот тут я не завидую на самом деле Бестмастеру, потому что он очень долго будет без маны, и четко, да, на самом деле, просто ПКД кидать в него топоры. Кидать ПКД топоры в антимага. Можно, конечно, до третьего левела там бегать сзади, крипов, все дела, но это сомнительно. Потому что... Ну, потому что это сомнительно. Много крипов пропустишь. А так можно просто в него пускать топоры, и все. Не ждать, пока он тебя сожжет ману и больше хп убьет, вот как сейчас. Просто пустить в него топоры, и как бы уже антимаг не будет такой страшной. Но приходит Спектра. Приходит Спектр и начинает фармить против антимага. Что, они решили, что ли, поменяться? Но тут приходит Шэдоу Шаман. Он встречает Лича. Какие-то вообще дикие переходы становятся. Теперь Вич Доктор делается Шэдоу Шаманом. Все, в общем, решили друг с другом там, на той рампе подраться по очереди. Левиафан в это время на... Вмутил кучу крипов. Абестмастер спокойно забирает пачку сверху. Вот, пока непонятно, хотят ли проявлять какую-то раннюю ангрессию та или та команда, я бы скорее сказал нет, но я не вижу, что там делает Виномансер. И, по-моему, он щемит Винранерку очень сильно. Это, наверное, единственный, кто в ближайшие там две минуты может по-нормальному сделать фюзблат. Давайте посмотрим. Да, друг друга чуть-чуть прокоцали, но на самом деле тоже это все профанация, и ничего такого не произойдет пока что, к сожалению. Никакого экшена не будет. Пытаются друг у друга потырить крипов в Тайд и Опарэйшн. Убивают. Сейчас начинает забирать Бестмастера. Бестмастер зря не ушел. Он встает в льдышку и делает фюзблат на Бестмастере. Вичдоктор делает фюзблат. И, естественно, не заберет сейчас Тайд Вичдоктора. Ну, это Бестмастер называется Затупил. Так затупил. Наверное, там уже тоже устали. И посмотрите, уже 14 крипов у антимага. Запомните этого парня. Пипе умеет фармить. Вот он будет фармить очень долго. То есть он нафармит на какой-нибудь Виталити Бустер, как в прошлой игре. Персеверенс там. Ну, в основном Battle Fury он будет фармить и ПТ. После них он начнет убивать. Если все удачно сложится, то на этом как бы игра и кончится. Но есть, опять же, Спектра, который может в противовес этому что-нибудь допоставить. Хотя бы своего чара. Но просто, да, очень фиговое добивание крипов УСК. Что-то, по-моему, они сдулись немножко морально. Мотивация у них спала. И, к сожалению, наверное, это скажется на их игре. По крайней мере, сказывается пока что. Весмастер уже затупил. Причем достаточно серьезно. Он сприл ФБ, так вообще не стоит делать. Тем более в турнирах такого уровня. Хотя, хотя это накал страстей, там все дела. Так что для зрителей это даже хорошо. И я пропустил Веномансер, как убил Вендранерку. Да, но опять Веномансер выигрывает Лейн против Лучницы. Которая в этот раз слезла с Кошки. Которая когда-то была на квадратную табуретку. Была похожа. Эта табуретка под ней бегала и рычала. Вот. В дальних версиях, ради Дота 2. Счет уже становится 2-0. И пока что, пока что перефармливают очень сильно. Антимаг. Ну, в основном антимаг. Да вообще все почти перефармливают очень сильно. Своих оппонентов из команды СК. Промахивается стрелой Вендранерка. Ну, вернее, она не промахивается. Она убивала крипов. Но могла бы по-хорошему зацепить. Еще кидается снова Веномансер. Он качает. Да, он максит змеек. Кажется. Или нет. Я пропустил. Не, он максит поизон. Все правильно. Он максит поизон. Иначе бы он так просто не убил Вендранерку. Пытается что-то сделать Личу. Но Лич вовремя отходит. Ему прилетает пара ударов. Но ничего, по сути, это не значит. Давайте смотреть. 22 крипа, 24 крипа, 17. А тут максимально 10, 13 и 9, кажется. В общем, вы уже чувствуете разницу. Преимущество по голде очень сильное сейчас у сантов. И поэтому, поэтому, поэтому они богаче. И все. Ну вот, поэтому у них, естественно, будет больше девайсов. Как это мы все говорили, влетает форкет рыженький от Расты. Молния. Но она сильно много дамага и не нанесла. В это время антимага нам не показывает. Но вообще, посмотреть бы, сколько у него голды. Потому что он вроде убил. У него голды должны... Не, он не убивал, но... А, не успел я посмотреть. Очень быстро убрал Тоби. К сожалению, я не среагировал. Но ничего, еще мы посмотрим. Эта игра опять перешла в какое-то такое тягучее, непонятное русло. Друг, бери хосту. Берет хосту Левиафан. Забегает вперед, кидает гаш. Сейчас можно забежать вперед и начать стопать. Забежать вперед и начать стопать. Но Спектр приходит через это. Уходит обратно Форкетом. Забирает отлично просто. Забирает Лича. Да, Левиафан очень четко сейчас все сделал. Мог, в принципе, подстопить чуть-чуть. Но и так. Он добился желаемого результата. А именно, оставить Мантимага одного. Хотя он себя и так будет пока нормально чувствовать. У него вроде были хилки еще. И, как бы, счет сделать 2-1. Но сейчас счет-то будет. Счет-то будет сейчас. Получает Левиафан и выживает. Да, Лол. Просто Лол. Зря выпил он поужин так рано. Могу спокойно восполнить больше ХП. Но счет становится 3-1. Послал куда-то ульту Оперейшн. Не видно куда. Ой, прилетает Лол. Вау. Хорошо попадает Оперейшн ультой. Так, от души влетела Тайду. Хорошенько его прокоцало. А тем не менее, тем временем, вернее, Веном себя тоже отлично чувствует. Бестмастер решает побычить с зоопарком на Вич-доктор и аппаратом. Но зря он это на самом деле делает. Хоть с ним и Шадоу Шуман, но тем не менее, не стоит так шутить с ребятами, у которых уже преимущество и плюс мораль. Они могут и убить. Ровно такой же билд демонстрирует нам Антимаг. Снова летит ульта Оперейшн, а в этот раз никуда она не влетит. Антимаг уже ни много ни мало наглеет. И Лич в это время берет руну Инвиза. Что, возможно, поможет ему. Да-да-да, надо Спектру выманить. Вполне можно сбейтить сейчас Спектру так, что она подумает, что она молодец. И выйдет на Лича. Там и Новый, и Фрост Армор на Антимага, наверное, если на один хотя бы прокачал. Хотя вряд ли, там скорее Дарк Рифт прокачан. Ну, штучка, которая жрет крипа и восполняет ману. Да, и тем самым непонятно, что собирается делать Лич, но Антимаг харассит уже Спектру, отгоняет её от крипов. Ей уже становится не сладко. Вич Доктор и Лич в Инвизе заходят. И, наверное, сейчас будут гангать Спектру. Спектра очень грамотно встаёт. Попадает, попадёт. Да, снова попадает по бедному Тайдхантеру. Ульта аппарата, и можно встречать вполне сейчас вот этих двух ребят. Кидает каску. Каска подстанет просто, но влетает, видимо, с Гейл. Пойза Новый, естественно, сейчас умрёт без вообще, без силы. Кидает сетку. Шедо Шуман, но ничего не происходит. И в итоге умер только Тайдхантер. А-а-а. Ханни Баджер дозен гива щит. Кто видел, я показывал вроде это видео на трансляции. Пофигу, абсолютно пофигу просто. Антимагу, он стоит на дорожке и фармит. Вот я буду стоять там 15 минут и фармить свою дорожку. Снова Веномос Гейл влетает на этот раз в Виндранерку. Её попытается, чёрт, заговариваюсь. Попытается забрать, в общем, два героя. Но влетает Парамел Рор в Вич Доктора. Промахивается стрела. Вот это зря, скорее всего, теперь. Нет, Гаш влетает. Но вот этот Гаш, да, был явно лишним для жизни этого бедного Вич Доктора. Снова посылает аппарат куда-то в свой ульт. В этот раз, походу, в Шэдоу Шамана. Нет, смотрите-ка. И он летит вообще непонятно куда, неважно, в общем, он точно не попадёт и не убьёт эту Дранерку. Хотя вот сейчас не показывает, неважно. Прокоцывает. Хорошо так коцает просто. Нету слова, прокоцывает. Веноман сербисмастера. Просто атаками. Счёт между тем 4-2. Преимущество по голде тысяч в пять, наверное, до сих пор у Ханни Баджеров. Что не может не радовать их поклонников. Потому что они тащат и вполне могут затащить турнир, потому что если они сейчас выиграют, давайте посмотрим, 43, 48, 43, там даже не рядом. В общем, был Ускор Джей. Слава квадсает, да, нет, но оно более юзабельное всё-таки. Итак, если Ханни Баджеры сейчас выходит в финал, то они уже побеждали Фнатиков сегодня в первой игре. Первая игра была второй, вернее, группы. Да, первая игра второй группы была. Фнатик против Ханни Баджеров. И Ханни Баджеры их просто под орех разделали. Абсолютно. И как бы ничего им с Фнатики не смогли противопоставить. Может, они, конечно, не разыгрались, но тем не менее. Тем не менее. А пока что тут ничего, по сути, не происходит. Вот сейчас, наверное, попытаются забрать Спектру, зайти, попробует аппарат сзади. А, не аппарат Лич. Я говорю, они до сих пор похожи. Аппарат что-то совсем борзеет, заходит сзади, вынуждает выйти чуть-чуть вперёд Шедов Шамана, в него кидает дышку. Вортекс, он умирает, сейчас его прокоцают. Теперь надо разойтись, чтобы не попасть всем под ревейдж. Делает прокрут, в общем, анкор смеш. Сделал левик и убил двоих. Получается, в итоге, размен не такой хороший, как хотелось бы. В итоге, получился один в два. Или два в один, как хотите. Но вот эта вот проблема, бегающая с двумя клинками, всё ещё остаётся. Он уже скоро относительно, мне кажется, соберёт Баттлфьюри в минуте к шестнадцатой. И видите, просто... Ну, там, конечно, нелинейная зависимость, но всё равно постоянно идёт вверх, просто постоянно идёт вверх преимущество по голде у Хани Баджеров. А это значит, что пока нет возможности у Искаи не было что-то им адекватное противопоставить. Так, антимаг что-то забыл на нижней дорожке. Наверное, кого-то захотел гангануть тут иллюзиями с руны Бестмастер Хараси от Оперейшена. Уже ничего такого. Персеверенс уже, кстати, у антимага. Он может блинкаться почти бесконечно. И спектру забрали, я это пропустил, но это пропустил и Тоби, и счёт становится семь-четыре. Улича совсем мало ХП, он ушёл на чудесах. Ну-ка, и... Отличный ульт, и влетит же ульт. Но ульт влетает слабо. К сожалению, Оперейшен ещё не одиннадцатый левел, иначе бы она умерла. Да, иначе бы она определённо умерла. Но зато в это время проносится Тауэр. Вот, первый и второй Тауэр уже по центру был принесён. Конечно, лучше бы, если бы они принесли Тауэр сверху, потому что там лес с коржей, и тогда бы они его смогли, в принципе, контролировать, но... Это... это тоже неплохо. Это, опять же, преимущество по Галде ещё так на тысячу где-то, когда они принесут. Будет. Ну, и... Моральное удовлетворение, естественно. Даже не рядом просто Шэдоу Шаман к тому, чтобы пробить эту башню, но... В принципе, он Серпент Ворд получил. Кажется, они не так называются, в общем, Змейки. Много оранжевых Змеек, он получил свою ульту. И готов, в принципе, пушить эту ульту, если её тут же не начинает вкусить башня. Очень-очень-очень-очень хороший ДПС делает. В это время забирает просто Левиафана. И Опарэйшн уходит на лалах. Тем самым... Да, ещё преимущество Ханни Баджеров. Видели, да, как стопает атаку Антимака, как будто он... Если кто вдруг... Вдруг кто-то есть немолодой, кто играл в Ангеларе, но ещё в Варкрафте. Вот там все герои вот с такой скоростью били. Ульта Опарэйшн влетает с самого Лича. Его копию даже. Как так? Вторая копия Лича идёт. Но чё-то ребята не особо запариваются, чтобы контролить копию и разводить на КД. Своих оппонентов, наверное, им этого не нужно. Уходит спокойно от Бестмастера сейчас Антимаг. Ещё бы он этого не делал. Я думаю, даже если бы прожал он в него Праймал Рор и топоры, которых у него не было, то он бы всё равно не умер. Снова проносится очередная башня, про которую я как раз говорил. Скоро будет принесена третья башня по... Просто третья башня, которая первая снизу. И уже опять будет доминация по территории. В общем, контролировать. Проще говоря, будут карты уже точно Хани Баджеры. Но на самом деле они не останавливаются. На этом их тут пятеро. И если чего-то сейчас не сделают, два Вортекса кинул Опарэйшн, то вторую башню тоже пронесут. Фортифай юзает Родианты, потому что им проносит в это время Бестмастер. Ничего не смог сделать с этим Антимаг. Разве что прыгнуть потом на него грудью. Но это не пронесло ничего вообще. И что же, 17-я минута. И давайте посмотрим девайсы Антимага, когда он закупится. Будет ли там БФ или не будет. Или он пошел сначала через БТ. Отличный шакл попадает в двух героев. Можно вполне попасть еще стрелой. Неплохо прошивает стрелой Вичдоктора. Вичдоктору надо кидать каску. Да, влетает... Нет, не влетает ульта Опарэйшн, но могла бы влететь. Будь он на 30 километров дальше. Праймал Рор Вичдоктора. Все-таки... Все-таки... Все-таки Вичдоктор заберут. Но забирают и Бестмастер. Последняя атака. Да, и размен один в один. Один в два, извиняюсь, потому что... Да, только что стал размен один в два. И сокращает потихоньку отставание по киллам СК. Но по Галде это сильно не сказалось. Итак, они проигрывают где-то 6-7К. Потому что три потерянных башни это слишком много. Но Опарэйшн затупил. Его тут зажали с двух сторон три героя. И бум, просто так взорвал элементаря непонятно чего. Ледяной пустоты какой-нибудь. Взорвал его молнией. По крипам я ничего не успел посмотреть. Но не так важно на самом деле. Антимаг чуть-чуть похарасил, вынудил. ТПшница. Бестмастер и ушел. У Спектры пока что только Вангуард. Паузу просит Ханни Баджер. Наверное, у них что-то лагает. Да, Веномантеру нужно реконнектнуться. И условно это не очень хорошо. Но... Но я думаю, ничего страшного. Все игроки уже к этому свыклись. Потом все они друг друга знают. И как бы не будет никаких возмущений. Гоу-гоу. Да, все отлично. Антимаг до сих пор продолжает фармить. У него уже есть Баттл Фьюри. Скоро будет Пиз Виталити Бустер. Я не помню, куда он его вкладывает. По-моему, Вангвард все-таки. Да, и у него будет... Еще что у него будет? У него будет Манта Стайл. А, не. Виталити Бустер он может вполне вложить в... С Месси Шмидт Ривером. В Хертов Тараски. И вы видите, как забирает просто... Прогоняет по всей карте спектру Антимаг. И ему, блин... Не удается ему забрать только усилиями своих помощников. Но все-таки он ее забирает, добивается этого. Влетает Ревейдж. Но Ко Цен и уже Левиафан отсюда не уйдет. Антимаг не умирает. У него много ХП. Его кто-то отхилял. И размен... Черт, размен 2 в 0. Это очень похоже на то, что... Хани Баджеры возьмут эту игру и уже не упустят возможности забрать турнир. Не будем, давайте, правда, загадывать настолько далеко. Но вполне я могу сказать, что... Хани Баджеры сейчас тащат. Причем тащат так неплохо. Бестмастер пытается пробить нижнюю таверку, но... Сюда кто-то портается. Портается Антимаг. И у него было 15 секунд до ульты. Иначе бы, я думаю, он бы ее скастовал. Прервав тем самым телепорт Бестмастера. И просто бы его убил потом. Прогнал бы по дорожке. Бил, бил, бил бы, бил. У него же дамаг нормальный. Плюс того была мана. То есть плюс 64 за каждую плюшку урона. И таким образом он бы его просто по дорожке прогнал и убил бы. Ничего страшного, что он бы... Протерял бы ульту в никуда. Более-менее. Сейчас нужно соединиться с Карджам. Праймал Рор влетает в... Не вижу в кого, по-моему, в Лича. Лича начинает забирать. Да, Лича забирает. Но отличная ульта. И за это поплатится Бестмастера. За ним и поплатится, скорее всего, Мелдик кидается уже на Левиафана. И он портается. И его уже точно не заберут. И Виндранерка уходит на Виндране. Да. Вот так вот неплохо. Фордстав, что ли? У кого-то уже Фордстав. Ancient Operation купил Юл. Ветерки. То есть он сможет и себя поднимать, чтобы... Если он попадется там, чтобы выиграть время. И поднимать противника. Shadow Shaman проносит башню посередине как раз своей ультой со змейками. Но... Это не отменяет того, что вот сейчас проносит просто... Влетает ульта по рыженому спектру и ничего особо не делает. Шам... Ну, Раста не пробьет вторую таворку. У него нет еще одной ульты. А в это время минус вторая таворка наверху. Что, безусловно, не в плюс. Встречает Расту. Антимаг находит его буквально. И это, безусловно, не в пользу. Потому что у Раста уже почти нет маны. А это значит, что надо кидать ульту. Да, ульта входит в полхп буквально за пять ударов. Ну, вернее. Какие пять ударов? По-моему, два или три удара и ульта. Хватило антимага для того, чтобы забрать Расту. Антимаг уже отфижен. Неплохо так. Юла прикольно здесь выглядит. Вон, Юл. Первый девайс. Такой посох. Закрученным. Как... Деревяшкой. Черт, я забыл, как это называется. Слово. И неважно. Я даже не хочу вспоминать. Сейчас уже час ночи. Я думаю, я имею право забыть слово. Вот. И влетает ульта в никуда, но было очень близко. Правда, никого бы это не убило. Но все равно. У Левиафана Смоук, Мэджик, Стик и ничего больше, по сути. Мэджик Вонт, прошу прощения. И собрались пятером Ханни Баджеры. И Центы пушат вторую башню. Естественно, они ее забирают. И сейчас можно просто пройти и пробить... А, нет. Надо Винранер куда отогнать? Веному. А всем остальным нужно идти было и бигдорить, наверное, башню. Вторую. На ботом лейне. Тем самым они бы к 23-й минуте уже снесли бы все башни. Что бы условно круто. Чё это за девайс летит? Башер это, по-моему, летит. Летит он к антимагу. Лол. Решил пойти в достаточно опасный билд без ХП антимаг. Но чувствует, что позволяет ему... Ну, как без ХП? Ну, почти без ХП там мало дает. Башер, что позволяет ему ситуация это сделать, что он просто будет уничтожать с этими двумя айтемами. Под Смоуком бегут 4 героя, все, кроме Спектры. И смотрите, сейчас... Нет, отлично блинкается антимаг. Сейчас он бежит в другую сторону, и уже не поймать его, по сути. Если всё грамотно сделает, да, он ещё фармит крипов. Вообще не парится. Сейчас, наверное, да, Мэджик Вон, ТП, и просто, наверное, улететь надо ТПшником отсюда. Можно... Да, давай, друг, улетай ТП. Лол, ну и дождался, в общем. Сетка. По уму он ТП уже... Мгм... Потратил, в него влетает Праймал Рор, и он умирает. Не знаю, чего он ждал, он мог просто повязать телепорт. Это, на самом деле, большая ошибка. Вот, нельзя было отдавать этот фраг им, конечно. Но смотрите, 177 крипов, 177 к 24-й, блин, минуте. Это же просто жесть. Антимаг почти даже никого не убивал там. Просто у него вот 177 крипов. Вот такая жесть происходит сейчас. Во втором матче полуфинала. Дримхак 2011. Винтер, проходящим в Швеции, естественно, как и все остальные дримхаки. Антимаг возродится через 15 секунд, и снова пойдёт уже всех убивать потихоньку. Висит Хоук над точкой с волками. Ну, а это ничего особо не даёт. Игрокам Скорджей, играющих за Скордж, за плеть, бывшую плеть. Теперь это всего лишь тьма. А была такая вот плеть, типа Вайс Картос и все дела. Извините за офтопик. Просто непонятно, что тут говорить. Ничего, по сути, не происходит. Фарм, 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 ещё раз фарм. Встречают сейчас лича... Двое. Зачем Ревейдж прокинул? Непонятно, зачем Ревейдж прокинул Левиафан, но он начинает забирать и минус 2 делает. Неужели? Неужели это будет камбэк? Не пугайте меня, ребята. Ну, смотрите. Ну, нет, на 10 тысяч. Причём ещё убил Тайдхантера, убил и Мэлдиктом. Плюс, кстати, офигенное комбо, в кавычках. Ну, то есть оно вообще... Не побоюсь этого слова, оно гейское. Это Опарэйшн и Вич Доктор. Мэлдикт плюс ульта, это просто нечто. Они тикают друг от друга, скейлятся, и потом в итоге добивают себя чем-нибудь из этого. Очень жёстко получается и, наверное, бесят. Вот, против меня давно так не играли. Возможно, потому что я давно не играл. Нормально. 14 на 1. Это всё иллюзии. На самом деле, огромное преимущество сейчас у Синтов. И что-то я слышал сейчас, что кого-то убили, но нет. Мне показалось. У Вистмастера Некрономикон уже, по-моему, первого пока что левела. Это печально, безусловно. Сейчас показали, какого он левела. Но я из-за пикселей не увидел. Но не так это важно, на самом деле. Некрономикон и Некрономикон проверяют ультой магазин. Почти угадал он с тем, что виндранерка будет делать. Пробивает здесь она зачем-то. А, ну, текнуть и точку она кидала свою стрелу. И что же, что же предпримет сейчас Сентинелли? Ханни Баджеры. Им нужно как-то проверять агрессию. Брать игру в свои руки, пока не она отфармилась. Спектра. Пока ничего не произошло. Вот Виномансер проявляет первую агрессию. Кинул... Как первую? Первую агрессию за последние пять секунд. Он кинул Веномус Гейл. Да. И, в общем, просто отогнал чуть-чуть спектру. Виндранерка в это время фармит. Давно не видно антимага на полях. Тоби. Вот антимаг как раз. Можно блинк. Ульту, ульту. Отлично, Юл. Юл это очень грамотно было. Но шакл... Какой-то вообще шакл безумный кидается, но... Как бы ни старалась Виндранерка, она не умрет. Юл был очень четкий, да. Хотя Лич что ли ультом промазал? Че там Тоби так орал? В общем, не важно. Это не важно промазать Лиолну ультом. Ну, потому что... Потому что вот сейчас его прокликали. Дабл дэмэйдж лежит. Его сейчас возьмет антимаг. Или... Да, его должен взять антимаг и просто разорвать всех тут к чертям. Друг, возьми, пожалуйста. ДД. Уже 200 с чертом крипов. У антимага плюс 13 почти косарей преимущества по голде. Это очень и очень много. И только в доте бывает такое, что все еще можно проиграть. Но это будет очень и очень сложно. Да, бери это на самом деле уже, Веномансер. Давай, друг. Возьми ДДС фарм Рошана. Ничего плохого не случится. Вот Спектра в это время пытается что-то хотя бы нафармить. Гостав, кажется, куплен у Шэдоу Шумана, если я ничего не путаю. Скоро пойдет уже 30-е минуты игры. Влетает в Шэдоу Шумана отличный ульт-опарейшн. Как его спалили, я не очень понял. Наверное, вардом. Антимаг, между тем, хозяйничает в чужом лесу. Линкается, забирает всех крипов. У него уже бешеный дамаг просто становится. Так, и что тут происходит? Еще такого интересного, чтобы вам рассказать. Да ничего, на самом деле. Сейчас видите, что ровной такой линией расположены игроки команды Wild Honey Badgers. Они все на своей половине. Вот сейчас фиолетовый этапарейшн, походу, полез на чужую половину зачем-то, вместе с антимагом. Но ничего страшного. Я думаю, они смогут дать отпор почти любому количеству героев соперника, как минимум уйти оттуда, возможно, и забрать кого-нибудь перед этим. У Вичдоктора уже почти худо в Тиффенс, и, скорее всего, потом это будет Пайпа. Но ловят Виномонтеры, лол. Сколько уже... Сколько уже просто можно... тупить по одному и тому же. Господа, кто пришел из Тодота 2, кто не знает, вот. И, в общем, если в таком же духе продолжит там Виномонтер, антимаг и так далее сливаться, то... То, блин, возможно, то, что ИСКА затащит эту игру, а это значит, что надо будет смотреть еще одну. А если она будет на час двадцать, то это будет просто замечательно. Я думаю, вы все обрадуетесь. И я в том числе... О, ульта Опарейшн чуть-чуть не долетает до спектры. Опарейшн ждет момент, чтобы подобрать инвиз. Он его дождался, подбирает 286 крипов. Ну, нельзя просто проиграть с таким КС-ом, крипстатсом. Просто нельзя. Что же делает антимаг? Антимаг сейчас может, наверное... Вряд ли он словит это беленький, беленький, это спектра. Он ловит спектру, наверное... Нет, не прокнул у него стан. Если прокнул стан, возможно, он бы ее даже забрал. Но он проносит опять всю пачку, убивает миллионы крипов. И тут же, блин, забирает Опарейшн, а да ладно. Просто да-ладно. Но... Теряет все свое преимущество потихоньку команды Wild Honey Butchers. Рано я их уже вознес в ранг победителей, наверное. Извиняюсь. И... Что еще, что еще? Да, зря. Это, наверное, единственная их ошибка, что я назвал охранку победителей. Вот, все остальное они делают. Кроме того, как сливают... А у Спектри, между тем, ты уже... Скоро будет... Хм-хм... Сакрит Реликт. И уже будет не так приятно жить против нее. Некрономикон уже третьего левела, похоже на то, по крайней мере. Дабл дэмэдж поднимает Веномансер. Не дай бог ему кто-то попадется в это время. Прибегает... Вендранерка, которая попытала... Хотела бы, наверное, цепануть Веноман... О, антимага. Шаклом. У нее уже есть пайпы, есть форстаф, есть фазы. Неплохие девайсы, но... Реально, там преимущество все еще 12 где-то К. 10, 12 утак косарей. Преимущество Сентинелий. И... Да! В принципе, вот этот значок на миникарте, он достаточно верный был. Просто, просто нужно пойти и пронести не по одному, как бы... Вот именно этим. Они сейчас занимаются, расшатывают Ханни Баджеров. А им нужно просто собраться вместе и реализовать уже, блин, свои 10к и подраться. Можно, да, можно сфорсить Рошана. Начать бить, то есть Рошана будут вынуждены просто... Игроки команды СК пойти туда драться. И, естественно, они там сольются, потому что... Ну, слишком крутые девайсы у антимага. В замесе он разорвет просто всех их. Вот зарядочку. Делаем зарядочку, чтобы спина не затекла за 7-8 часов, там, в которые я уже здесь сижу. Прошивает стрелой только антимага. Ничего страшного. Сюда прыгает виндранерка. Каким-то образом ее поднимают в Юл. Сейчас она встанет в льдышку. Ее забирают антимаг. Как-то очень круто сыграли сейчас. Валдхани Баджеры и Барсуки. Итак, помогли людям в чате. Всем поможем. Мы как... Мы как спайдер-мены, только без способностей. И рыжие девушки. Вот. И у нас дядю не убивали. А так и живем мы в Москве, а не в Нью-Йорке, да. А так вообще одно лицо. Ставят дефенсно, понимая, что, блин, по-другому уже не отдефаться. Но и так не отдефаться, потому что буквально по два удара уходят на змейка этих. Они стоят кучу голды и уже начинают проносить первую таворку. Наконец-то начинают уже нормально пушить. Игроки команды Wild Honey Badgers, запомните эту команду, они проиграют Na'Vi когда-нибудь. Ну вообще парни играют реально неплохо, то есть на уровне молодцы, тащат турнир. Вот, я думаю, что они заслуженно выигрывают. Шакл влетает, ну влетает и влетает. Там никакого дамага уже не наносят, потому что, ну настолько отфиженный антимаг. Уже какую игру надфиженный антимаг и ничего не могут сделать просто. Вот и чё с ним делать. Но забирают теперь Апарэйшена, но за это поплатятся абсолютно все. Помяните мое слово. Пытаются забрать, а, да, забирают Шэдоу Шимана. Я не вижу антимага. Покажите мне антимага. Вот он, да, нарезает вторую башню. Ему абсолютно пофигу на тех... Нет, прыгает он вперед, забирает еще и Бестмастера. Спектра тоже получит свою порцию креатива. Нет, не получит. Антимаг выбирает. Выбирает, ну влетает снова. Да, отлично, как... Ну и это делает... Я называю это, это, потому что оно рыжее и с татуировками. И это сейчас сделает... Нет, трипл килл не сделает, сделает дабл килл. Размен 0 в 5. Принесены две дорожки. И похоже, похоже на то, что неужели Ханни Баджер тащит 2-0. Второй полуфинал. И завтра будет отличный финал Ханни Баджера против Фнатика. И главный вопрос в том, что смогут ли они придумать какую-нибудь контрстрату против Ханни Баджеров за вот этот вот день, потому что они в группе им вообще слили в такую какашечку, что прям было страшно смотреть. Я подумал, что Фнатики фиговая игра. Даже поначалу бегут, всё, это пуш последней надежды, не пуш, вернее, отбивал его, какой-то последней надежды. В итоге это слив, естественно, потому что в агоне они уже бьются, просто ничего не делаем, нам нужно покликать, естественно, там успокоиться. Это всё понятно, но это не умаляет того факта, что Ханни Баджеры, которых сейчас отлично сюда шаклили, берут квоту в завтрашний финал, который, напоминаю, пройдёт ровно в 21.30 минус 1 час, то есть полдевятого. Пройдёт этот турнир, и да, GG, Ханни Баджеры выигрывают этот квоту в финал, дальше завтра они будут играть с Фнатиками. Всех, кто смотрел эту записи, большое спасибо. Спасибо всем, кто был сегодня на стриме со мной, особенно спасибо всем, кто был эти 7 часов. Вот, и до свидания, во-первых, тем, кто в записи, пока.